Говорит, объясните моему, второму гражданскому мужу, что тот, кого я встретила, моя любовь, чтобы он его не убил. Представляете, я сижу так, ну я так все думаю, ну все поступят, это заезд. Давайте конкретно, ну смотрите, я вышел замуж, а столько-то лет. Мы прожили шесть лет с супругом, у нас родилась дочь, и я поняла, что мы такие разные, мы такие разные, замечательно. Я развожусь, встречаю другого мужчину, и такая у нас вот страсть, все вспыхнуло, замечательно. Я живу с ним шесть лет, понимаю, мы такие разные, мы такие разные. И теперь я встречаю нового мужчину, ну вообще, да, идиотизм, простите меня, понимаете, эти вещи я с ним сталкиваюсь ежедневно, да? Это не какие-то книжки, это сытывка, это то, что происходит у нас здесь, это вот конкретные ситуации с жизнью людей. Это вот, ну то ухо моя, да, то, с чем я учу каждый день, такие рабочие вопросы. И объясните моему мужу, так как он очень физически крепкий, чтобы он не убил мальчика, который у меня младше на три года, до которого я встретил, сейчас. И меня мало волнует вот в этом процессе эта девушка, потому что очевидно, что что-то ей объяснить сейчас, когда она в состоянии этого конфетно-букетного периода, она вряд ли что-то поймет, но представьте ощущение дочери, да? Ее понимание семейной жизни, что три папы – это наоборот, это все. Как мы принимаем свою семью? Если мы родились семьями китайцев, мы бы, знаете, понимали, что китайские традиции у нас было. Все, что происходит в нашей семье, мы просто понимаем как абсолютную истину. Так обожди, почему? Моя мама так делала. Почему мы так делали? Мой папа так делал. Вот эти дети, которые растут сейчас, все они представляют, что вы, и потом меня спрашивают, могут быть одноклассники у меня кинет, а дурку вообще? Ко мне уже приходятся такие вопросы здесь. Я спрашиваю уже об этом. Как у них, знаете, у меня муж, он как бы, вот так вот, да? Просто это так вот незаметно, легко, день за днем, потихонечку, как в этом все ходит. Просто мы теряем эти естественные ценности, начиная с вами, не изучая ничего этого. С вами был Игорь Негода.